Ну что, вы готовы услышать те три главных принципа, о которых вы никогда не забудете? Да, очень хорошо. Они очень простые, но очень эффективные. Я обнаружил, что эти принципы очень важны, я их применял на протяжении 25 лет. И экстремально эффективны эти принципы. Давайте сейчас помолимся. Отец, я благодарю Тебя за Твою доброту. И, Господи, говоря об этих принципах, как делиться с еврейским человеком, и, Господи, я молюсь о том, чтобы мы увидели много плодов, чтобы многие из нас, которые будут применять эти принципы, они будут эффективны в достижении еврейского народа, а также нееврейского народа. Во имя Ишуа. Аминь. Мы можем сейчас писать эти принципы. Первый принцип. Первоначальный грех. В то время, когда я буду говорить об этом, я хочу акцентировать на очень важном. Те из вас, которые провели достаточно время с еврейским народом или с еврейскими людьми, с евреями, знают об этом, что большинство людей, евреев, они не имеют концепцию греха, первоначального греха. Многие христиане имеют предположение, что евреи, как и все христиане, они должны знать, что все согрешены и все имеют грех. И это большая ошибка думать таким образом. Потому что, хотя евреи имеют Тору, где там написано о первоначальном грехе, современный юдаизм, он более гуманный, гуманизма в своей философии имеет. Еврейское понимание греха, оно совершенно отличается от библейского понимания греха или то, что христиане имеют понимание. Я свидетельствовал одному еврею, который принадлежал Любовичей группе. Они верят, что Ребе Минахем Шнирсен, он есть Мессия. Я, когда разговаривал с молодыми Любовичами, и когда они говорили, что Минахем Шнирсен Мессия, я говорю, да, но если это так, то у Минахем Шнирсен, он грешил. Он не может быть Мессией. Ишуа никогда не грешил. И он был настоящей жертвой. Он говорит, что ты имеешь в виду, что Минахем не грешил? Что же он делал, что он грешил? Я говорю, вот это и есть еврейская концепция греха. Он думал, что я знал, что раввин их, что-то сделал плохое, и это плохое, это и есть грех. Может быть, он прелюбодеяние совершил или украл что-то. Или он совершил преступление, о котором он не знал, а я знал. И если евреи имеют какое-то понимание греха, то это не понимание, что человек рожден во грехе. Когда они думают о грехе, они думают, что это действие, которое человек совершил когда-то, и это очень плохое. Но евреи, они не верят, что они грешны сами по природе. О, они не думают, что, когда они ходят по улице, думают, о, я грешен, я грешен по природе. И очень тяжело свидетельствовать Евангелем кому-то, если они на самом деле не думают, что им нужно спасение. Если они не видят себя как грешными людьми, то зачем им вообще Спаситель? Где-то 14 лет назад я был пастырем в Калифорнии. И это откровение пришло мне тогда. Там был еврей, который из Англии родом. И он был очень грамотный и образованный человек. Имел очень много степеней и дипломов. Очень успешный, очень грамотный. И настолько грамотный, что он мог заставить других людей чувствовать себя неловко при разговоре. И он попал в очень серьезную аварийную катастрофу. Где большая машина, трак потерял управление и врезалась в его машину и полностью практически помяла его машину. И он не был пристегнут ремнем. И, ну, что интересно, что он вообще его не зацепил никак. И потом он показал мне фотографию после аварии. И эту машину нельзя было восстановить. И машину просто завезли на свалку. И человек, который принимал эту машину там на свалке, он сказал, что сколько он живет, он никогда не видел, чтобы машина в таком состоянии, и человек выжил бы. Вся машина была скомкана, кроме того места, где сидел водитель. Такое ощущение, что как будто был как оболочка, как шар вокруг того места. Как будто бы ангел стоял над ним и держал, защищал его в то время, когда машину мяли. И он был потрясен тем, что он осознал, что Бог его спас для какой-то причины. И он спросил меня, как ты думаешь, почему Бог спас меня, и чтобы я не был убит? Конечно, это мечта, возможность для меня, предоставленная самим Богом. Когда евреи спрашивают, как ты думаешь, почему я остался жив? Я говорю, потому что Бог не хочет, чтобы ты попал в ад. Вот почему он тебя спас. И он был в шелке от того, что услышал то, что я сказал. Потому что я сказал, ну, Бог хочет, чтобы ты пошел на небеса и был с ним. Он не понимал, о чем я говорю. Через две недели он начал иметь проблему с сердцем, где сердце на ровном месте начал отказывать. И он пошел в больницу и даже попал в реанимацию. Реанимацию. И у него очень мало времени осталось жить, но Бог привлекал его внимание. И в то время, когда он уже был в реанимации и с всякими трубочками, которые были приложены к его телу, к его лицу, я пошел навестить его, чтобы помолиться с ним. Раньше, когда я делился Евангелием с ним, он всегда говорил, я хороший человек. И большинство евреев так и говорят, потому что они стараются жить хорошей жизнью, спокойно, мирно. И если я скажу, что он грешный, то он подумает, что я думаю, что он плохой человек. Потому что еврей думает о грешном человеке, и он примеряет их сразу, как с Саддамом Хусейном. Или как убийца, или как насильник. И когда я говорил о грехе, то он не знал, о чем я говорю. И тогда я использовал такую же самую стратегию, что и вчера я использовал. Что может быть потрясет немножко вашу теологию, но я уверен, что это работает. И когда я сказал, что он грешен, он не понимал, о чем, и до него не доходило то, что я говорил. И тогда я подумал, слушай, это не работает, мне надо изменить стратегию. Я говорю, Аллен, я знаю, что ты хороший человек. И можете представить, тут я сказала, что он грешен, а тут я говорю, что ты хороший человек. И в этот момент я уже взывал к Богу. И теперь он уже начинает слушать меня, потому что я сказала, что ты хороший человек. И ты жил хорошей жизнью, ты хороший человек. Но даже хорошие люди делали плохие дела в жизни. И вопрос сейчас не стоит, хороший ты человек или плохой человек. Мы все когда-то делали плохие вещи в жизни. Даже если ты когда-нибудь украл даже ручку из офиса. Или, допустим, ты настолько раздражен был, или настолько даже ненависть, ну, не любил человека даже до такой степени, что мог бы даже убить этого человека, потому что ты его так сильно не любил. Но что это не физически, физически не произошло, но ты внутри чувствовал такое раздражение, что ты хотел избавиться от него. Потому что в Библии, если мы по Библии рассмотрим, то даже если ты ненавидишь и не любишь, это равносильно как убийству. Я не сказал, что это в Новый Завет говорит, а я сказал, что Библия говорит. Но это коснулось его. И иногда вы просто цитируете Новый Завет евреям, но просто не говорите, что это Новый Завет. Потому что Слово Божие, оно настолько сильное, оно незаметно проникает в сердца людей. Я говорю, если ты когда-то имел секс помимо брака, я говорю, пожалуйста, не говори мне, имел ты или не это. Но если это было, тогда это грех. Это, это прелюбодеяние. Я говорю, когда-либо ты грешил? Он говорит, да, наверное, конечно же. Я говорю, тогда давай, хорошо. Теперь мы на одной странице. Но мне понадобилось 20 минут, чтобы прийти к этому месту. Потому что он все анализировал, то, что я говорил. И на этот момент я вижу, что он уже под стрессом находится, и он находится в реймации. Я не хотел, чтобы меня потом обвинили, что у него сердце не выдержало и умер. И тут же я принял решение, что нам нужно заключить сделку, прийти к окончании сделки, как мы об этом говорили ранее. Но самое важное, что мы должны быть послушны Духу Святому. И я почувствовал, что Дух Святой сказал, что достаточно, ты уже сказал достаточно, давай, иди к заключению. К этому моменту у него уже было много стресса, но он уже знал, что он грешный. И я почувствовал, что Господь сказал, теперь ты можешь его ввести. Но для меня было очень тяжело остановиться, потому что я не знал, когда он умрет. Но я почувствовал, что Господь сказал, что ты сделал то, что нужно было сделать. И три дня спустя они взяли его из реанимации и перевели его в другую палату. И у него был также еврейский племянник, который недавно пришел к Господу. Но он пришел к Господу в церкви, и он не имел еврейского понимания подхода, как свидетельствовать евреям. И вот он пришел посетить своего дядю. И говорит, о, дядя Аллан, ты когда-нибудь отдавал сердце своему Иисусу? Ты когда-нибудь принимал спасение? Он говорит, нет, я не принимал. И говорит, я не думал, что мне это нужно. Он говорит, до тех пор, пока вот этот еврейский раввин пришел, он проходил мимо и зашел ко мне. И, конечно же, я думаю, что он думал несколько дней о том, что я говорил. Он говорит, я думаю, что мне нужно получить спасение. Я должен быть спасен. И тот говорит, хорошо. Хочешь помолиться, чтобы принять Иисуса? Он говорит, хорошо. И он молится и принимает Господа. Но вот что я хочу сказать, главная мысль моя. И он умер две недели спустя. И мы провели замечательное время до того, когда достаточно хорошее время, качественное, до того, как он умер. Но было вначале очень тяжело заложить основание, чтобы привести его к тому месту, пониманию, где где они осознают, что они грешны. И вот здесь мы должны начать. Мы должны найти то место, где мы можем начать разговор с ними. И мы начинаем с первоначальным грехом. Вот где проблема. Проблема вот здесь. Проблема, первородный грех. Но там, где у нас есть проблема, нам нужно решение. Нам нужно решить эту проблему. Что это означает? Что этот грех должен быть прощен. Потому что они должны понимать, что грех отделяет человека от Бога. Первое. Первородный грех. Это и есть проблема. Второе. Нужда для искупления. Это решение этого вопроса. Решение проблемы. Левита, 17 глава, 11 стих. 17, 11. Запомните наизусть этот стих. Вы должны знать это место и всегда быть подготовлены в разговоре с евреями использовать это место. Писание. Давайте сейчас прочитаем. Это Писание в Тории написано. Потому что душа тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. И когда они знают, что они имеют грех, или они грешны, что им нужно искупление. И спросите, где же ваша жертва за грех? Крови. Жертва крови. Потому что Тора говорит, что только кровь может быть искуплением. И что вы делаете? Вы заставляете их быть ответственными или подотчетными Торе, то, что Тора говорит. Потому что каждый, который называет себя хорошим евреем, и он хочет быть послушен Торе в первую очередь. И они спрашивают, они могут задать, так что ты хочешь, чтобы я начал приносить жертву животных, что ли, чтобы мои грехи были искуплены. И тогда вы идете к третьему принципу. Третий – это господство Ишуа, или спасение только в Ишуа. Или спасение, спасение только через Ишуа. Третье – это факт, что Мессия есть Ишуа. А второе – нужда в искуплении. Крови. Искупление крови. И вы показываете, вы показываете в Торе, что есть искупление только через кровь. Вначале они не будут понимать, потому что они будут иметь понимание, чтобы приносить жертву животных. И, конечно же, мы тогда показываем, что искупление через кровь, оно было, оно уже пришло через... даже искупление животных, оно не могло искупить все грехи. Но Бог предоставил совершенную жертву, которая являлась Мессией за все грехи человечества. Совершенную святую жертву приготовил сам Бог. И вы направляете, показываете им Ишуа как совершенную жертву, которую святую, годную Богу. И это как разрешение, как решение для той проблемы, которая первородного греха. конечно же, вы используете пророков и обещания, которые были написаны в Писании через пророков, исполнение Писания. Исайя 53.10 speaks exactly about this. Да, да. Очень много пророчеств, которые говорят, но это очень хорошее. И Псалом 21, Исайя 53, глава 10 стих. 5 глава Михея 2 стих. Говорит, что Мессия должен быть рожден в Вифлееме, что Он будет из колена Иуды, что Он из Вечного. Я просто цитирую сейчас Михея, 5 глава, 2 стих. Первое, что Он должен быть рожден в Вифлееме, где написано Михея 5.2. И ты, Вифлеем, и Фрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне Тот, Который должен быть Владыкой в Израиле, в Которого происхождение из начала одней вечных. И Исайя 7.14. И мы говорили раньше о том, что должно быть рождение девственницы. Исайя 9.6.7. Исайя 9.6.7. Говорится, что для нас Сын рожден, Сын дан нам, где владычество на ременах Его. потому что многие евреи говорят, что у Бога нет сына. И вы тогда показываете на Писании в Старом Завете, потому что написано, что Сын дан нам, и Его имя Советник, Чудный, Великий Бог, Вечный Отец, что это дитя рожден, Сын дан нам, но это Вечный Отец. И это показывает о Божестве Мессии. Мы говорили о Псалме 15 глава, где говорится о Его Воскресении, 10 и 11 стих. Псалом 109, тоже первый стих говорится о Его Воскресении. И еще одно Писание, которое я слышал свидетельство, что многие раввины пришли к познанию веры через именно это место Писания. Потому что иудаизм учит о том, что у Бога нету Сына. Книга Притч 30-я притча и 4-й стих. Кто был, кто вошел на небо и кто не сошел? Кто собрал ветер в своих руках? Кто собрал подскажите, пожалуйста. Кто собрал ветер в пригоршни свои? И кто забезал воду? И кто установил края земли? Как Его зовут и как зовут Его Сына? И это просто вопрос. Это просто вопрос в притче. и это описывает только Бог может делать эти вещи. И говорит, и как же Его зовут? И как же зовут Его Сына? Удивительно, но это там написано. И его это очень сильно беспокоило, и он пошел к самому главному муравьину и задал этот вопрос. «Я думал, что мы евреи, мы не верим, что у Бога есть Сын». «Объясните, почему вот притчи вот это место пишет так? Он говорит, даже не говори со мной на эту тему, это не имеет смысла никакого. и даже тот факт, что он отреагировал таким образом, но это побудило этого человека, раввина, изучать Писание больше о Мессии. И потом он стал верующим в Вишуа. Даже тот факт о том, что главный раввин сказал, чтобы он молчал, и вот это побудило еще больше желания изучать. И также Даниила 9 глава, о которой мы говорили несколько дней назад. И очень много мессианских писаний, пророчеств. Ну, конечно, вы не сможете прочитать всю Библию им сразу. Но вы выучите некоторые стихи наизусть, чтобы вы были подготовлены к тому, чтобы, когда будете разговаривать, чтобы вы знали. Знаете несколько пророчеств и хорошо их знаете, чтобы могли использовать. Исайя 53, который самое лучше объясняет пророчество. Хотя я лично сам предпочитаю использовать Псалом 21. Но Исайя 53, они уже подготовлены, имеют возражения. Одно из возражений, они говорят, что это Израиль, говорится об Израиле, что Израиль это слуга, который страдает. Как я отвечаю, что Израиль никогда не идет обращения как он или она, поэтому это не для Израиля. И Израиль не может быть искуплением для своих грехов, если так они говорят. И написано, если говорится, как еще, что он был заклан как агнец, как агнец, он был введен на заклание. И он не открыл своих уст. Я говорю, конечно же, сразу же, внезапно, это не говорится об Израиле, потому что мы сразу же открываем свои уста, как народ. Я говорю, только об одном еврее, которым может идти речь, и это Ишо, потому что на самом деле не открыл уста. И вот основные и главные, что я бы хотел, чтобы вы запомнили. вы можете контролироваться ситуацию или разговор и не быть доминирующим. Библия очень четко и ясно говорит, что тот, кто приобретает душу, он есть мудрый. нам необходимо использовать мудрость тогда, когда мы приводим людей к Господу. Помните, что задача такая у нас, что мы не должны выигрывать сражение, битву, но наша задача, чтобы приобрести душу. Вы можете выиграть спор, но потерять душу. и это не имеет смысла. И попытайтесь узнать, истина ли в том, что другой человек говорит. Соглашайтесь с ними. Другими словами, найдите истину, распознайте истину в том, что они говорят это правда и соглашайтесь с той правдой, которую они говорят. и используйте их правду, чтобы они увидели всю правду. И таким образом они не будут чувствовать, что вы говорите свысока, что к ним. И чтобы они не чувствовали, что они идиоты. Или у них вообще ничего значимого нет, чтобы сказать. И вся идея в том, чтобы они сами привели к себя ко спасению, а вы просто их направляете. Задайте просто вопросы, если они грешили когда-нибудь, задайте им вопрос. Скажи хорошо, но как твои грехи прощены? да, но каждый имеет, могут сказать, что у каждого есть свой путь, и у меня свой путь. Хорошо, хорошо, да, но как твои грехи прощены? Если они у тебя есть, как? Они же все-таки остаются. Продолжайте возвращать их к тому месту, от которого они уходят. Потому что евреи очень часто они интеллектуальные люди, и они очень грамотные. И они настолько искусно могут вас вообще отвлечь в другую сторону. А как насчет жизни на другой планете? что-то совершенно ничего не значащее и вообще не имеет никакого отношения к теме, о которой мы разговариваем. Скажи, возвращайте их обратно, и говорите, слушайте, мы сейчас говорим о планете Земля, если они вас пытаются увлечь на какую-то другую планету. А как насчет этой планеты? Конечно, если есть жизнь на другой планете, я уверен, что Бог имеет план для той планеты тоже. Но у нас пока мы живем на планете Земле, и мы должны решить вопрос относительно нашей Земли. Возвращайте к Божьему плану о нашей Земле. А потом мы можем поговорить о другой планете после. Потому что некоторые люди будут вас отвлекать. Я видел, как многие верующие просто следовали за тем человеком, куда он их вел. И в конечном итоге вы вообще настолько далеко зашли, что вы забыли, где Евангелие находится. И вот здесь я могу я хочу акцентировать внимание, что говорите с убеждением. И вчера этот человек, он даже так и сказал, слушай, ты с таким убеждением и с такими доказательствами говорил, что я не могу даже противоречить тебя не могу, я все принимаю то, что ты говоришь. Если вы не уверенно говорите или что-то вы смущены в том, что вы говорите, то он не может воспринимать это. Если вы не уверенно говорите, то вы получите неуверенный ответ. ответы. Да, это верно. И не бойтесь молиться с ними. И молитесь и спрашивайте, если есть нужда, чтобы молиться потом, чтобы сила Божья проявлялась в их жизни. И что мне нравится насчет этих трех принципов, что вам не нужно быть таким экстрагениальным, чтобы применять эти принципы. Очень эффективно с еврейским народом, очень эффективно с мусульманами, с индуистами и с другими. Я однажды проповедовал одному, свидетельствовал одному мусульманину, с которым летел в самолете. Я помню, я говорил о том, как прощаются грехи. Я его спросил, как ты знаешь, что ты пойдешь на небеса? Он говорит, ты не можешь знать, пойдешь ты на небеса или не пойдешь. Я говорю, но если ты не знаешь, пойдешь ты на небо или нет, ты не пойдешь на небо. Я говорю, вот поэтому вот так ты будешь знать, потому что если ты не знаешь, то ты не пойдешь на небо. Потому что Писание говорит, что я пишу вам, чтобы вы знали, что есть жизнь вечная. небеса. Я говорю, если ты не знаешь, что есть вечная жизнь, значит, ты не спасен. Я говорю, а как ты знаешь, он меня спросил. Потому что если ты не знаешь, что ты идешь на небеса, значит, ты не идешь на небеса. Но если ты отдашь свое сердце еще, тогда ты будешь знать, что ты не знаешь, что небеса. Эти три принципа работают везде очень эффективно для еврейского народа. Если вы свидетельствуете не евреям, если вы мусульманину проповедуете или не евреям, возможно, вы не будете акцентировать внимание на Мессию так сильно. Потому что концепция Мессии Спасителя, она не такая важна для других, как для евреев. Иисус есть Господь, Иисус есть ответ, Иисус есть Спаситель, за грехи, Он Искупитель. Евреи, они не связаны с такими терминология как другие. Будьте открыты, чтобы будьте открыты, прозрачны и искренни. И будьте нежны с ними и будьте тверды с ними одновременно. будьте внимательны, чтобы это не выглядело слишком жестко с вашей стороны. Вы можете быть сильными в вашем убеждении, но тоже самое быть мягкими при подаче. Особенно с евреями. И пытайтесь, чтобы они не были смущены при разговоре. Вы можете быть сильным в своей вере и в том, что вы говорите, но вы не должны смущать их. Это три принципа, которые я хотел поделиться с вами. Мне очень нравилось провести время с вами, познакомиться с вами. У вас у всех есть огромный потенциал. Бог использует, будет использовать вас очень сильно, поэтому вдохновитесь, ободритесь. не чувствуйте себя смущенным, что вы недостаточно хороши для этого дела, потому что никто из нас достаточно не способен, только он, который делает нас способным. Давайте сейчас если у вас есть вопросы, я хочу ответить, потому что мы после окончания будем все кушать пиццу. Есть ли вопросы? Микрофон. У меня была беседа с мусульманином одним, и я ему говорила о Христе, о том, что он есть Господь и Спаситель, но у него главный вопрос был в том, что Библия сама по себе имеет много противоречий, и он привел мне в письменном виде огромный перечень, где противоречия заключались в том, что допустим в одном месте Писания в основном это было Паралипоменон, Левит, вот такие места, где-то стояло, значит, что было там 13 тысяч войск, а где-то про ту же ситуацию было, допустим, 11 тысяч войск. Девочку звали одним именем, в другом ее звали или ей было 7 лет, по другому источнику той же девочки ей было 9 лет. И вот такие противоречия очень много я даже всего не перечитывала, не пересматривала. Некоторые я нашла, что там неправильно, но в основном по факту было. У него такой вопрос, если Бог действительно создал Библию, если люди ее не перековеркали, то как он может противоречить сам себе? Значит, это не истина. Я говорил с мужчиной и пытался свидетельствовать его. И его основная объект была, что Библия не читана Богом, это не Бога, потому что он имеет так ошибки. И он ангусты рвангалиц. And of the scripture where for example it was written the stories that did not match the numbers or maybe the names like that was written the same story in one book and he used another book in Продолжение следует... Чтобы ответить на вот этот конкретный вопрос, мне нужно было бы, конечно, этот список и посмотреть достоверность, то, что они говорят. Это огромная лист. Но вот это мое главное возражение к его возражению. Но нету книги еще больше, которые имеют противоречия, чем Коран. И Коран, он как бы заявляет, что он цитирует истории, которые взяты из Библии. И совершенно по-другому эти факты описывает. Даже не те слова, не те имена используются, совершенно другие. И у меня даже есть книга в Соединенных Штатах, где там описывается, что в Коране они как бы адресуют, что берут из Библии историю и указывают, где это написано. Но на самом деле, что там написано, и история совершенно другая, которая не описывается в Библии. И у меня тоже есть урок, как проповедовать мусульманам, потому что у меня была привилегия привести многих мусульман к Господу. Но это другой класс. Но очень серьезные ошибки, которые есть, и возражения. И даже есть такие, что вообще не имеет никакого смысла то, что они говорят. Поэтому первое, я говорю, что не будьте такими самоправедными, в первую очередь, основываясь на том, что вы считаете, что ваша книга самая праведная книга. Вот это хороший ответ. Вопросы еще? Мне нравится, чтобы сказать ваше мнение. Мне нравилось вообще, как мы общались, как мы проводили урок. Если кто-то из вас поделиться коротко, как вам этот класс понравился или нет, и что вы получили из этого класса на этой неделе. Или, может быть, одно что-то определенное, которое бросилось в вам глаза. Что-то, что пришло как откровение, и вы будете использовать это, чтобы свидетельствовать или евреям, или другим. Было бы приятно услышать. Кто-то может сказать. Для меня было большим откровением то, что спасение еврейского народа, это прежде всего для спасения всех народов земли. То есть меня это, ну, просто потрясло. Для меня это прежде всего для спасения, что спасение еврейского народа, это тоже важно для спасения остальных, всех народов. Да. То есть это прежде всего для меня. Все местописания, которые вы давали, они известны. Мы их читаем уже много лет. И они как бы нам были вроде бы как открыты. И в вашем преподавании они открылись совершенно по-другому. Но при вашем преподавании они открылись совершенно по-другому. И я вот всем студентам говорила, что для меня эти уроки, это как мясо проповедования Слова Божьего. И я уже told already the old students, that this class, this teaching, it's like eating meat. Not milk, but eating to the preaching of the gospel. So this is really like a meat. Большое вам спасибо. Thank you very much for coming. Очень впечатлена, очень сильно. I'm very impressed with the teaching. Спасибо Богу за вас. Thank God for you. Я хочу спасибо вам сказать, что вы целую неделю уделили этому классу. И я надеюсь, что это время, которое вы провели здесь, что оно стоит этого. Стоит вашей жизни, что вы уделили время здесь быть. Аминь. Еще? У меня вообще было время, когда я не понимала, почему я попала в мессианскую общину. There was a time when I did not understood why I came to serve in the messianic congregation. Потому что, ну, как многие уже знают, мой папа является одним из, ну, служителей, лидеров в пятидесятническом церкви. Because my father, he's a leader of a pentecostal church. И он очень сильно воздражал, когда я перешла именно в апсину. And he was very against the fact that when I went to start going to messianic congregation, And I felt the calling of God, but I did not understood fully, why God was sending me to the messianic congregation. Можно я немножко остановлю, вы покороче, скажите, что этот класс сделал, не историю, хорошо? Потому что многие хотят сказать еще, there are some more people, so I'm just asking her, no. И именно когда я, ну, на ваших уроках, Бог открыл, я не могу сказать, что все откровение полностью, я понимаю, что еще будет, но какую-то часть я уже понимаю, почему я должна быть. So, through your class, listening to your class, I've got a revelation, why it's so important for me to be in messianic congregation. So, and I believe there will be even more revelation will come after, not all revelation comes, but... And for me it was very important to hear what I've heard. I'm grateful to God for you. I liked the way you described the principle, the model, preaching. So, I now understand how you're supposed to preach the gospel to the Jewish people, like model of, like, Peter preached. About the net. Or mattress. She remember about that, about mattress. Because when you were talking about that salesperson with the mattress, the idea came to me. Идея называется, следуйте за мной, я вас делаю профессиональными евангелистами. And the idea is this, follow me and I will make you professional evangelists. Профессиональные евангелисты могут и знают, как действительно рассказывать о Евангелии. Because professional evangelists, they know how to preach the gospel. Это как профессиональные сетевики продают свои товары. It's the same thing, like professional marketing people who market their products. So, we should be like a professional evangelists to preach the gospel. Я пять лет работаю. Но мы должны помнить, что Иисус не продукт, не товар. Это мы помним. Принцип тот же самый, но не чтобы помнить, что мы не представляем продукт или товар. И еще у меня просто есть такая поправка, когда люди говорят... Можно последнее, потому что люди хотят говорить. И последнее, это поправка, когда идет возражение, нужно задавать вопросы, почему он так думает. Это самое главное. Тогда нам будет удобно ему рассказать Евангелие. И его же возражение перевести в соглашение. Чтобы знать, что когда они разговаривают, тогда что у нас есть понимание, откуда они пришли. Я очень благодарен за ваш класс. Потому что действительно по-новому открылись многие моменты Писания. I'm grateful for your class, because some scriptures, I got a revelation, they revealed to me in the new ways. В частности, я получил подтверждение откровению, которое я получил в прошлую пятницу. Also, the confirmation of the revelation that I've received even last Friday. Значит, которое говорит о том, что первое поколение мессианских евреев выполнило задачу, поставленную Ишуа. And the revelation that I've got, and you confirmed that the first disciples, that they fulfilled the command, what Yeshua has given them. So they were successful in what Yeshua has commanded, they were successful. And so, in the other generations, they could not fully fulfill what the first generation, like the disciples, they did. And I think this is the information, and this will cause us even to more search and have desire to reach out the Jewish people to the gospel, to bring them to the gospel. And also, I have even more objections, well, knowledge to the objections, and how to talk to the Jewish people and non-Jewish people. So he got the information. And this week, I already had a chance to talk with the Jewish person, and also with a Christian friend, who is a pastor, and I already talked to him. And I think after the conversation with me, they had a lot to think about it. So, большое спасибо. Фантастически. Спасибо, говорит. I just translated. You said fantastic, so I translated. In Russian it's fantastически. Thank you. I want to comment on something you said, because I think it's very important. I want to comment on something you said, because I think it's very important. I want to find the scripture. I want to find the scripture. I want to find the scripture. But it's at the end of one of the epistles. В конце, одних из посланий. But what it says is, be sure to fulfill your ministry. It says, be sure to fulfill your ministry. I don't know. Я не могу найти, но написано, что о том, чтобы, чтобы будьте уверены, закончите свое служение. I think it's one of the typical epistles. It wasn't like, like, until the end, like Paul is reading, like that I completed my faith and endured my, and I... Basically, what it's saying is, and we can find the data, I haven't spoken for a long time. But it says, be sure to fulfill your ministry, but it says, be sure to fulfill the ministry of the Lord. And the teachers of the first century, which they finished, they were верны in the way, in which they were called, they were called, and in other words, God has given a ministry to everyone. Другими словами, что Бог дает служение каждому из вас, и наша ответственность, это не бремя, но на нас ответственность. Что если каждый из нас исполнит то призвание, которому Бог призывает каждого из нас, если каждый верующий будет использовать это, возьмет ответственность за то, к чему Бог его призывает, тогда весь мир будет евангелизирован в очень короткое время. И это очень хорошее замечание. Аминь. Аминь.